Температура при возгорании, почитали ученые, повысится на всей планете на 4 градуса, что приведет к растаиванию ледников, повышению воды и прочее. Но монрологи, повторю, выявили самый важный, самый опасный фактор вреда этой нефти. При возгорании нефти, если она произойдет одновременно, будет прожжен озоновый слой атмосферы Земли, и будет небольшой вакуумный взрыв, вакуумное завихрение, в результате чего образуются так называемые вакуумные пузыри. Вакуумный пузырь представляет из себя сферу, сферическое пространство, заполненное вакуумом, которое будет перемещаться в пространстве, в атмосфере, с разной скоростью, в зависимости от ветра, от дождя. И человек, попадая в вакуумный пузырь, он укибает ужасной смертью, он сразу же задыхается, у него вылезает язык, у него глаза выкатываются, сворачивается кровь. Ужасно. Первой жертвой вакуумного пузыря стала наша коллега, ученый-монролог Татьяна Кудовичкина. Татьяна, создав экспериментальным путем в научных целях опытную действующую модель вакуумного пузыря, принесла себе в жертву науки. Как не перескорбно, но это случилось. Но не будем, будем говорить только о грустном, только о печальном. Давайте посмотрим, что из наших новостей покажется более оптимистичным. Например, Евгений Козлов, известный художник Евгений Козлов и фирма «Русское поле», которую он представляет. О нем знаменитые художники Козлов и фирма «Русское поле». Так вот, Евгений Козлов сейчас снимается в телевизионном фильме про певца Мердинского. А теперь пиратское телевидение продолжает свою работу. Итак, звоните нам по телефону. 223-322-223. Мы работаем в ром эфире. Кстати, запись нашей передачи проходит за два дня до открытия выставки. И раз ломался компьютер у Олеси Куркиной и Виктора Мазина. Но все-таки они нас уверяют, что каталог, каталог будет готов. Какие еще новости к этой выставке можно вам назвать? Ну, самый, конечно, экстравагантный, интересный объект готовит художник Евгений Козлов. Женя строит большой пистолет из дерева черный, внутриолитый, дорогой материи, человеческий рост. Высота где-то метров пятьдесят, длина где-то метров восемьдесят, ну, а ширина где-то семьдесят сантиметров. Этот пистолет, он открывается, как скрипка. Это очень интересное изобретение. Там есть как окошечка, даже два окошечка. Все в длину смотрим. И Женя предлагает мне во время вернисажа, а возможно и во время работы всей выставки, десять дней, сидеть внутри этого пистолета, с его фотоаппаратом, и снимать, снимать на фото пленку все, что будет происходить. Я еще не дал утвердительного ответа на его предложение, но, в принципе, меня переделающие заманили. Мне очень интересно. Так что, во время вернисажа, если меня не возят на выставке, я буду в пистолете, звоните, звоните мне про телефон, как я уже сказал, 2322-2333-222. Наши дамы. Много поступает к нам заявок от разных людей, от художников, от музыкантов, от всех. Заявки поступают вот по какому угоду. Вы знаете, что художники, которые разбогатели, они очень боятся потерять какие-то свои богатства. А сейчас, в то же сложное время, на улицах, знаете ли, в разных общих местах, случаются, случаются нападают. Рэкет, опять же. Известная история, когда в прошлом году, почти полгода, рэкетеры терроризировали художников на частных трудах в Москве. Чем он бронится? Чем? Меч. Знаете, что за нас создали новое оружие? Принципиальное оружие. Может быть, помните из вас, кто-нибудь в детстве делал такую ватрушку, так называемую ватрушку из воздушного шарика? Если не делали, то я вам сейчас это напомню. Дело в том, что наше оружие, изобретенное на другом, и оно, в принципе, и есть воздушный шарик. если вы встретили, видите, ну, притчутываете ситуацию, что сейчас будет что-то плохое, нехорошее, вы, допустим, берете из кармана, сразу выставите вот такой вот резиновый шарик. вы его надуваете. Дальше. И так, вы начините и сделаем ватрушку. Вот это вот обычная ватрушка. Обычную, вот так расстреляем, замените. Если вы вставляем в пробочку, ну, видите, какая там очень интересная ватрушка, что она вот мне дает. Так, вставляем в пробочку, вставляем. Вы знаете, мы не сдаем ее до конца, потому что пробочка очень большая, но только слегка снаружи ее туда заплетаем. Куда бы не очень сильно, не гораздо менее сильнее, чем может быть при глубокое углубленное сомнение вручке. Но дело в том, что это просто мало что видеться, он висит с бешеной скоростью, скоростью зубовка. И мы хотим просто, просто показать небольшую наградку, такую землю сцель, что не нравится сегодня. раз, два, три, пробочка ПЛИ! Она очень любует. Опять. Ну, не будем причинять сородания. и так может много раз стреляли. Эту скультуру сегодня вне всяких остается цветами. Видите? Вот. Но, я думаю, это уже не так. Просто мы вас познакомили с очень важным методом гражданской обороны. Если опасность очень велика, может таким же образом запитывать ножичьи Берегонич в нашем программе пиратского телевидения звонить мне пистолет по телефону по нашему телефону 223-332-233. Продолжение следует...